Показать свою силу и блеснуть талантами. В детском оздоровительном центре горной ущелья открылась резиденция Деда Мороза. Но прежде чем увидеть главного новогоднего волшебника, надо побывать в богатырской деревне и пройти увлекательный квест по мотивам русских народных сказок. В гостях у сказки побывал наш корреспондент. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в нашу богатырскую деревню! Веселые детвора приезжают в резиденцию с родителями, друзьями и целыми классами. Сегодня в гостях у сказки вторые классы школы 56. Не успели они зайти, как сразу окунулись в пучину событий богатырской деревни. Беда у нас случилась! Ох, какая большая беда! Это же я, Василиса, прекрасная! Но не такая уже прекрасная! Оказалось, что злая колдунья Варвара превратила в лягушку красавицу Василису. Украла меч-кладенец, забрала всю силушку у богатырей и заморозила Дедушку Мороза. Чтобы снять заклинания и вернуть праздник, самые смелые и сильные отправляются в путь. По дороге они заходят в библиотеку, которой заведует конь Юли из известного мультика про богатырей. Юли! Где же ты? Выходи скорее! Нам нужна твоя помощь! Здесь в многочисленных книжках им предстояло найти заклинания и расколдовать бедную Василису, а потом распутать нити и превратить их в клубок, который укажет дорогу дальше. Соберем все волшебные ниточки! Не утонут они среди зла! Для волшебного путешествия совьются они для клубка! Уже в самом начале сказочного пути детвора в восторге. В нынешней книге было заклинание при одном условии. Надо было повторить заклинания всем вместе. Здесь мы искали пазлы, чтобы помочь Деду Морозу найти его. Всего надо пройти 12 препятствий и встретить на пути Кощея Бессмертного, Змея Горыныча и других героев русских народных сказок. Рассказывать все секреты приключений мы не будем, скажем только что. Как в настоящей сказке, все закончится хорошо. В конце большого сказочного путешествия, поборов все нечистые силы, ребятам удается найти заветный меч и принести его в резиденцию Деду Морозу. Эта группа ребят приехала из Агаповского района, а после всех приключений, доказав, что они сильные и смелые, самое время продемонстрировать свои таланты. В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Умничка! Мне все понравилось, если честно. Все круто. Больше всего мне понравилось у Кощея. Почему? Потому что мы брали большие перчатки и били в мешки. Под елкой маленькие гости загадали желание, а сказочный дедушка и его внучка напутствовали их своими поздравлениями. Мы желаем, чтобы все росли здоровыми, веселыми, родителей слушали. Год был непростой, так что желаю родителям побольше терпения. Скоро наступит Новый год, будут новые мечты, новые надежды. Так что все лучшее впереди. Резиденция в детском центре «Горное ущелье» будет работать до 10 января. В этом году, конечно же, все мероприятия у нас проводятся в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. У нас уменьшено, сокращено количество детей в группах. Все мероприятия у нас проводятся только на свежем воздухе. Перед тем, как детки выезжают, у них проводится термометрия, и все контролируется с ними, работают аниматоры, все проверены они. И к ним вообще никакие работники наши не подходят, либо мы находимся в масочном режиме. Плюс на каждой площадке, там, где у нас какое-то более-менее закрытое помещение, у нас работают рециркуляторы воздуха и обязательно есть дезинфекторы для рук. Помимо основной программы, здесь есть возможность покататься на горке или на коньках, которые можно взять на прокат, и с ветерком проехать вот на такой праздничной лошадке. Мы приглашаем на нашу резиденцию детей и их родителей, чтобы они окунулись в праздник. Мы всех вас рады видеть.